Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с Кабарлистом Михаилом Айтоновым. Добрый день. Знаете, что такое экономика совместного потребления? То есть мы одними предметами, одними возможностями пользуемся вместе, когда кому удобнее. Меняемся, да? Да. Почему экономика совместного потребления вызывает такой интерес? Благодаря ей знакомятся люди, которые иначе иногда бы не повстречались, настроятся на взаимном доверии, учат людей полагаться друг на друга. Есть тут одна только проблема, волнуются вот эти вот основатели экономики, как определить и облагать налогами подобную экономическую деятельность. То есть они боятся, когда туда войдет государство, оно все начнет... Несомненно. Вот они этого боятся. Это несомненно, во-первых. Во-вторых, это превратится в бизнес. Да. Появятся компании, которые будут брать за это, естественно, плату. Вот можно прийти вот действительно к экономике совместного? Ничего не делаешь. Речь экономики совместного... Если ты заранее не воспитываешь людей, если они заранее не понимают, что они это делают для того, чтобы в общем привести себя к правильной жизни, что этим они идут в соответствии с законом природы, где все должно быть общее, все взаимно связаны, и никуда мы от этого не денемся, мы не сможем... И встретит эта благородная цель, да? Да. Она преследует нас сзади, и она тянет нас впереди, и она будет нас все равно травмировать постоянно, дергать, мучить, как угодно, чтобы мы все-таки приняли ее. А если мы эгоистически подходим к таким вещам... Чтобы нам было хорошо. Да, то из этого ничего не получится. Кроме того, что государство, естественно, должно будет облагать это налогом. Потому что если я пользуюсь чем-то твоим, а ты чем-то моим, то мы при этом имеем дело здесь со скрытой прибылью. А значит, это должно облагаться налогом. Естественно. Ты, допустим, приезжаешь в отпуск ко мне, и я тебе даю свою квартиру. Да. Значит, или ты мне платишь, тогда я должен платить налог. Или вместо этого я пользуюсь твоим чем-то, тогда мы вообще все скрываем. Любая вещь. Допустим, ты увидел у меня картинку на стене, захотел ее приобрести, я тебе ее продаю. Ты мне положил там на стол, допустим, 200 долларов. Я обязан с этого платить налог. Обязан. Все, в общем, все начинают. То есть все, что имеет под собой какую-то прибыль, даже неестественно в деньгах, обязано облагаться налогом. Стороны государства, и оно это не упустит. А вот между нами возникнут проблемы? Вот мы… Естественно, потому что мы эгоисты, естественно, да. За какую вы экономику? Что вообще может… Я не за экономику. Я за то, чтобы сначала, в первую очередь, шло воспитание человека, и после этого, в мере, до какого уровня он поднимается в своем воспитании, общество становится, в общем-то, экономически правильно взаимосвязанным. К чему вы воспитываете? Что он должен понять в результате этого? Он должен понять, что все общее, и можно всем обмениваться. Если ты понимаешь, что ты и другой близкий между собой люди, вы относитесь к одной единой системе. Когда это чувство появляется у человека, можно вводить любые новые экономические отношения. Но они должны быть именно в мере воспитания. Этого не учла советская власть, и по-крупному проиграла. Это же и сейчас не учитывается. Это и Европейский Союз. Да, и Европейский Союз. То же самое. Даже видны там были социалистические элементы в том, что они делали. И вот, видишь, не учли. Том на одном и том же всего, на тех, как граблях. Без воспитания природа не позволит нам ничего сделать. Мы должны, будем сначала стремиться к подобию природе, то есть к интегральному обществу. И только в этой мере мы сможем преуспеть во всем остальном. И все реформы тогда пойдут нормально. Да. Только на этой подушке.